Всем доброе-доброе солнечное утречко! Помахайте, Николашка! Помахайте, помахайте! Коля подзаряжает аккумулятор. Сегодня он мне дал немножко поспать. Больше, чем надо. И я немножечко расслабилась. Ой, господи. Сейчас он едет по делам. Вот такая классная погода, и надо ехать. Ё-моё! Позвонили, нужно поехать в город. Погодка вообще шикарная, блин. Такая весенняя. Мы прям утром проснулись, я же просыпаюсь в окошко, глянула. Так классно вообще! Открыла там окошко. Такой свежий-свежий, прям весенний. Прям по-настоящему весенний такой, знаете, и ветер, и всё. Так, Боня, не лезть нельзя. Боня, я тебе сейчас дам. Всё, она сюда залазит. Пытается залезть лапами, чтобы это... Ой, у нас уже пчёлка летает, представляете? Идти, идти, не знаю, видно, не видно. Да, Боня, фу! Всем хочется на улицу. Всем хочется на улицу, всем хочется гулять. Боньку... Мне задали вопрос, говорит, почему вы, типа, Боню не пускаете на улицу гулять? Зачем на поводке постоянно её водите? Ребята, это же частный двор. Это же не то, что можно бегать, где хочешь. Это всё, конечно, хорошо. Пока собака приучится, что, допустим, в розы лезть нельзя. Он сорвался с поводка. У неё счастье происходит, когда она срывается с поводка. Она расстёгивается и бежит. Она же бежит, она не смотрит даже, куда она бежит. Тут у меня же, говорю, розы. Она в прошлый раз пыталась через розу перепрыгнуть в пузо себе, блин. И шо? А, помыть? Всё, говорит, грязная машина, надо помыть её. Ну да, солнышко такое, и машина грязная. Это самое. Срывается, бежит и перепрыгивала через розу. Блин, Коля потом из пуза эту колючку вытаскивал. Ну, не из пуза, она на ногу нацепила её. Ну, и как-то собачку приучать маленькую. Где можно ходить, где нельзя. Вот у нас, я же говорю, бусики, они у нас чётко знали, что туда нельзя ходить. Там нельзя наступать на цветок. Иногда, конечно же, бывало у нас там оплошности, где-то прыгнет, наступит. Но в основном-то они знали, они понимали, что этого делать нельзя. На огород ходить нельзя. Они сидели всё время возле огорода. Ждали, пока я приду. Вот там даже калитка будет открыта. Ну, вот этот вот заборчик открыт. Бонни нельзя. Вот, и они никуда не ходили. Бонька сейчас этого всего не понимает. Она сейчас и по цветам не пойдёт, и везде. Вот, я же говорю, у меня возле груши питунечки растут обычно. Ну, каждый год я сажаю туда, мне очень нравится. Боня, фу. Вот, и вот сейчас вот надо думать, как бы, чтобы она это всё дело не затоптала. Коты, господи, а то с котами переживали, чтобы не затоптали. Но коты, они помягче как-то, у них такой мягче прыжок, мягче это. Они аккуратненько лапками наступают. А это ж, блин, слоняка. Она бежит, у неё всё, у неё пелена на глазах, она бежит. А бы куда бежать. Всё. Николашка, пока-пока. Да, блин, такая погода классная. Ё-моё, не могли бы вчера ему позвонить, чтобы он вчера поехал? Да, сегодня можно было бы выйти. Ну, если немного, то что-нибудь хотя бы чуть-чуть поделать. Так было бы классно. Ну, что, я сейчас тогда приготовлю, покушу. Потому что, в принципе, он ничего толком не ел. Перекусил кофе-то, что-то ещё. Что-то ещё съел, говорит, не хочу. Я уже потом приеду да покушаю. Вот, поэтому сейчас я свой кофе допью. И пойду на кухню что-нибудь, наверное, готовить. Ещё надо малышей карандашей покормить. Бонька первое утреннее кормление по делам. А нормальное кормление ещё никто не ел. То есть, ну, Ева ещё не завтракала. Значит, получается, Ева будет завтракать на второе кормление. Первое не захотела, она спала. Дамочка спала. Вот такие карандаши. Ева капельку солнышка словила. Всё как полагается. Бонька рядом сидит. Это же нескучно. Скучно. Ну, куда ты на неё лезешь? Что, Евсик? Евсик, Бонтик. Бонтик, Евсик. Да, им было уже такое, чтобы на уличку, на то и сё. И запахло весной. Красота и порядок. Бабушка Ева у нас такая. Даже если бы и вышла на улицу, где-нибудь ей расцепить постелочку на этом. А вот даже на пороге она любит. Полежать, всё понаблюдать, послушать звуки. А ця ж заводная кукла. Кукла заводная. Ей же полежать не. За ней же бегать надо туда-сюда. На поводочке. Вот как мы сейчас будем привычать, не знаю даже. Как мы будем привыкать к тому, что по газу нам ходить нельзя. Тветочки рвать нельзя. Сейчас скоро новых куча нельзя появится, да? Скажи, что у вас постоянно всё нельзя? Всё. Абсолютно нельзя. Куда не побежишь, всё нельзя. Нюхать нельзя. Трохать нельзя. В зубы брать нельзя. Скажи, какой-то мир странный. Всё нельзя вокруг. Всё интересно и всё нельзя. Поскакал. Придётся сейчас нам немножечко попотеть, так сказать. С этим мучением. Что взял, что нельзя. Всё. Расстроилась. Абаба. Нашла мячик свой и расстроилась. Пути сейчас просто грызть, грызть. Так. Ну что, девчонки, мальчишки, привет вам с кухоньки. Не знаю, будет хорошо видно, не хорошо. Так. У меня тут с утра бардак. Где же делать с моей хоть какая-нибудь чего-нибудь? Мы вчера поздно легли. Поэтому у нас тут всё проставалось. И половники вон грязные. И всё-всё-всё на свете. Вот. Хорошая у нас сегодня суперовская погодка. Девчонки и мальчишки. Вот такая солнышко. И на улице тепленьечко. Хорошенечко. Вот. Поэтому сейчас, пока Коля ездит, у нас по делам. Вот. В принципе, уже сколько? Часа, наверное, два-три прошло. Дуже нужно, наверное, скоро и вернуться. Ну, он сегодня будет, наверное, занят почти весь день. Он там кое-что посчитал. Ему кое-что купить надо, короче. Все вот эти дела. Поэтому он сейчас... А, и сегодня же ещё машинку сдавать. Нашу Мишельку сдавать в ремонт. Ну, то есть, этот мальчик, который будет делать... Кстати, у нас Ваня. Мальчика зовут Ваня. У него группа. У него сывой гараж. И они считаются одним из лучших. У нас здесь, в Кировограде. Вот. Это не какой-нибудь там сервис Бош или ещё что-нибудь. Ну, дело в том, что в таких сервисах очень дорого, в принципе. Понимаете? Там же переплачиваешь. А это у них гаражи. Вот здесь вот, кстати, у нас перед переездом, там, где мы едем... Ой, блин, что мы с вами стоим вот так вот как-то, да? Чем мы нормально с вами стояли. Вот. И это, значит, сервис... Ой, сервис, говорю. Вот перед переездом там гаражи у нас есть. И, значит, в этих гаражах, получается, Иван работает. И вот он сегодня позвонил, говорит, ну что, вы везёте Мишку. У него очередь наперёд надо занимать. Поэтому, естественно, что сказать, что нет, давайте позже, потому что там денег нету или ещё что, бесполезно. То есть нету, тогда уже переносится и непонятно когда-то. Сейчас мы будем, конечно, Мишу сдавать и будем искать бабу. Так что так, всё навалилось и сразу, как говорится. Так, мне что нужно? Мне нужно собачиковые мисочки. Вот, сполосу ещё рабочек. Так, девчонки и мальчишки, берём баняшину миску. Блин, и включила чайник. Ё-моё. Ой, сейчас закипит и потом продолжим. Хорошо? Так, ещё раз себе бред. Что-то я сегодня заспала, ё-моё. Как-то я не это самое. А мы вчера что сделали? Мы вчера, блин, сериал смотрели. И под сериальчик чай напились, понимаете? А у нас, как только вечером чай перепьёшь, вот именно чай, чай, чай. Хотя мы вчера и ромашку просто пили, вот в конце уже. Вот. Как только чай перепьёшь, утром просыпаешься и немножко и почки попаливают. И прямо вот, знаете, вот такой, как китайчик. Вот, поэтому чай на ночь. Сколько мы говорили, никакого чая на ночь. Максимум водичку. Всё равно получается. Так, что я буду делать? Сегодня у нас меню. Это елья будет, это бонни будет. Значит, у нас немножко разное будет меню, потому что рыбки у нас мало. У меня вот такой вот сейчас, я его залила немного водой, потому что, чтобы бульончик был кипятком. Бульон весь Боненька уже выпила. Вот, хек, видите? Отваривала я просто хек. Я вчера уже на вечер и Ева хорошо поела хека, и Боненька хорошо поела хека. Но хека мало, поэтому мы хек Боненьке дадим, а Еве дадим печёнку. Вот, точно. Печёночка Боненьке часто... Ой, господи, часто нельзя, когда уезжал, и мусор будет такой забрать. Вот сюда вот выставить, чтобы... Главное, чтобы... Так, Боння, нельзя не вздумать. Ай, блин, я пяду на эту выставлю. Фу, фу. Ха! Пошла, выставила аж туда. Потому что Боненька у нас девушка такая. Так, значит, у меня есть печёнка. Это у меня вот, видите, хорошая говяжья печёнка. Она проваренная уже, проваренная для Евы будет самое то. И гречка, точно. И гречка, и гречка. С рисом печёнка не очень, с гречкой очень даже. Так, значит, что мы... Скажи, что вы показываете, чем вы кормите собак? Показывайте, чем себя кормите. Такое можно и нам кушать, как говорится. Еву сейчас кормим немного. Потому что она у нас начала очень сильно поправляться. А врач сказал, что не очень хорошо, когда собачка будет сильно поправляться. То есть это и плохо после операции, и для швови, и для всего. Поэтому... Совсем чуть-чуть ей гречки даю. Вот. Ну, Боннике, понятно, рыба с рисом. Вот, а сейчас Еве порежу. Там моя дежурная досточка для всяких собачьих делов. Вот. И беру просто... Вот видите, какая хорошая, добродная печёнка. Говяжья печёнка жёстче, чем свиная, но она полезнее, девочки. Допустим, я очень люблю говяжью печёнку. Но с ней нужно повозиться. А свиная она мягенькая такая, знаете. Вот. А говяжья бывает, если это не телячья, но вот это вот в данный момент десна телячья печёнка. Потому что мы когда брали, женщина, которая продаёт, продавец в магазине, а нам и часто в курочку заезжаем, да, берём что-нибудь. И она нам говорит, берите печёнку телячья, хорошая, жарила уже, пробовала, классно. Ну, мы поверили, взяли. Действительно, классная печёнка. Так, Евсику, Евсику печёночки, печёночки сегодня будет. Не будем её сильно перекармливать. Поправляться нельзя. И тем более, она уже ест вместе с Бонникой три раза. Ну и плюс, когда мы Боннику кормим, потому что не три раза Боннику кормим, а чаще. Вот. Просто основные три раза и Ева с ней кушает. Вот. А остальные два раза, ну, даём просто вкусняшки Еле. Чтоб она, типа, не обижалась, так сказать. Так, ну, получается, видите, какая смесь. Греча, печёнка. Сейчас дольём тёплой воды, вернее, горячей воды. Вот. И сейчас это всё будет у нас тёпленькое. Это вообще всё с холодильника. Если будет мало тёпленькое, сейчас оно как раз и припитается немного. Запахами, запахами, запахами. Вот так вот. Если будет мало, то поставлю в микроволновку. Всё, Еве хватит. Печёнку уже. Попал в холодильник. Теперь Бонника. Теперь Бонника. С Бонником у нас всё посложнее. Теперь мы возьмём рис. Вот так вот рис сюда. Вот. Пару ложек. Нет, чуть-чуть больше. Вот так вот, наверное. Сегодня у Бонники мало рыбки, конечно. Но, знаете, я говорю, человеку на один приём кусочка достаточно. У него так дегротно. Сейчас я его разомну. Вот рис. Кстати, этот не хочет творожок просто так кушать. Его нужно только, знаете как, брать сверху где-нибудь бросать, чтобы она его захотела есть. Кстати, у меня есть творог. Может быть, действительно, сейчас взять немного творога. Вот здесь что-то творог у меня, господи. Руки мокрые. Где мои салфетки? Так, что-то мне не нравится моё состояние. Погода улучшается, а у меня, блин, насморк. У меня здесь, знаете, что? Я вам покажу как-нибудь. У меня здесь сороке гнездо свели. Вам сейчас показать. Давайте я вам сейчас покажу. Попробую. Сейчас попробую близко-близко приблизить. Сейчас. И они там детей высиживают своих. Вон сорочье гнездо. Сейчас. Это оно, да? Вот. И рядом сидит папа сорок, а мама внутри. Видите? Вот эта вот штука, это сорочье гнездо. Скоро будет малышата. Они там строили вот эти дни. Много там носили туда, всё выстраивали. Там оно какое-то получается глубокое, как кубло. И постоянно, постоянно туда носят, 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 всё снашивают. Вон, видите? Сорока сидит. И у кого будут цыплята в этом году маленькие, будут воровать. Сороки это товарищи такие, когда нужно кормить своих детей и всего остального, они прямо берут их, этих цыплят расклёвывают. Вот. У нас была такая ситуация. Потому люди тут их гоняли. Даже деревья вот там, где их гнезда срезали. Видите? Оп. Если бы они не шкодили так в хозяйстве, то было бы по-другому. А они такую шкоду наводят. Они, я же говорю, если бы они просто еду воровали, одно дело, а так они просто уничтожают маленьких этих цыпляточек. Они их прямо расклёвывают, убивают. У нас уже были подростки цыплята, такие хорошие сидели. Так они им голову порасклёвывали. Представляете? Мы так, это самое вообще, так обидно было. Они же бедные, а что, никуда здесь прятаться не могли. Они у нас в клетке сидели, ну как в клетке, в загончике сидели, эти цыплята. Вот. И что, мы поехали куда-то в городчик, куда приезжаем, а оно получается, у этих цыплят прямо дырочки, ну короче, раскрывали им головы. Это кошмар был, кошмар. Мы сначала не поняли, что за дела. Мы думали, мало ли, ну кто это может сделать, ну вот кто. Вот. А потом, короче, нам уже соседка сказала. Раз. А во-вторых, это самое. Хватит, вершка. А во-вторых, увидели сами через окно, там осталось несколько цыплят, что ворона подлетела, и, короче, начала это самое. Не ворона, а именно сорока. Начала клевать, там цыпленок орёт. Ну, то Коля выбежал, конечно, прогнал, но я же говорю, мы сколько? Десяток, наверное, потеряли тогда цыплят. Даже, наверное, больше, чем десяток. Так, немножечко творожка, совершенно чуть-чуть, видите, сейчас поставлю микроволновочку. О, а что-то у меня тут в микроволновке стоит. Здрасте. Коля, что-то утро обрел. Так, и поставлю на 10 секунд, хватит, потому что перелеец. Сейчас, Бонита, Бонита сидит, ждёт, Боника сидит, ждёт. Ух ты, ух ты, ух ты, что так сразу стреляешь? Гляньте, сразу торок стреляет моментом. Ну, чуть подогрелся достаточно. Вот. Что-то, да, сегодня? За одно начало, за второе закончило, и тут вам и сороку, и арон показала, и всё остальное. Это плохо, и рядом они ещё там одно гнездо стреляют. Вот, я же говорю, их одно дело, один год позапрошлый, или позапрошлый, нет, два года назад, их так гоняли здесь конкретно, прямо и вот этими воздушками их гоняли, потому что у всех же тут хозяйство, вы представляете, что это такое, у всех маленькие цыплята, у соседки, у нашей маленькие цыплята, там у всех. Вот, и они вот такую шкоду делали, то тут, я же говорю, и деревья даже спиляли были, ну, там вот внизу, споспиливали, ну, там, где можно, там, чтобы гнездо уничтожить. Вот, и, а они перебрались вот туда, дальше, дальше, вкручиваясь в остальное, там я не знаю, гоняли, не гоняли, а в этом году, видите, опять сюда слетелись, опять слетелись, и уже вон какое гнездо загрудили, они тут белок нам гоняют, представляете, белки тут прыгают, бегают, они воюют с белками даже, тут такие бои происходят, ну, сейчас-то здесь все вижу. Так, девочки, мальчики, все, рис, не, японечка, ты не, вам видно, не видно, чудо-юдо вон сидит, ожидает. Сейчас, сейчас девочка моя, беру рыбку, вот эту вот рыбочку, и, значит, ее разбираю. Я, вроде, косточки вчера все повыбирала, в хеке хорошо, что косточек практически нету, только плавнички, и средняя косточка, но, тут, когда рыбка уже такая побольше, у нее еще есть такие косточки на спинке, так что нужно еще это учитывать и смотреть. Небольшие косточки на спинке. Ну, это когда рыбка такая повзрослее становится, уже такая большая мощь, но у нас просто два, таких было, две большие рыбы. Поэтому, сейчас Бонита, подожди, Бонита, Боника, мы на нее, как только не говорим, Бонюэлька. Так, сейчас, о, есть косточка, есть, есть, есть. Там, где большие прям кусинчики такие, надо очень-очень хорошо смотреть, чтобы не попалось. Бонике понравилось сейчас с рыбкой, конечно. Чего ж не понравится-то, с хорошей, вкусной рыбкой. Так, все, я молодец, я красота. Только я, что-то так наколбасила, что, как это все переколбасить, непонятно. Я еще хотела добавить же и морковки, ешкин-кошкин-кошкин, вот это я до... Надо уже больше миску покупать, она не надоедается у нас. Что, взять немножечко хотя бы морковки, попросили. Или нет, я не морковку потру, девочки, я потру кабачок. У меня немножко кабачка осталось, он уже вот такой вот, видите, ух, кабачок будет нормальный. Отру я кабачка, и будет то, что доктор приписал. Сейчас гонят. Я стараюсь овощи прям каждый раз, когда кормлю, и добавлять, потому что, тут еще, наверное, еще на разочек хватит, это будет у меня кабачок в следующий раз с морковочкой. Такой как раз остался кусочек. Будет кабачок с морковкой, будет круто. Стараюсь овощи каждый раз добавлять, потому что это витаминки, во-первых, и здоровье нашего щеночка. Ну и плюс приучаю, потому что потом, извините меня, взрослую собаку уже к овощам не приучишь. Это раз, а во-вторых, у нас Ева раньше овощи ела, а сейчас вы видите, куда я ложку делала? А, аккуратно смешиваем это все дело. Что-то я переборщила, ешкин-матрюшкин, с рисом. Надо было все-таки 2 ложки. Обычно я 2 ложки делаю каши, а все остальное, типа мясо, овощи, все это. А это решила, что 2 будет мало. И вон теперь, пожалуйста, выпадает. Ну, зато сейчас такая окна кушается. Звезда сидит, ждет. Звезда сидит, ждет, а в окно просится кошка помыть. Сегодня, блин, капец какой-то. Как начали драться, ешка с матрешкой, не знаю почему, что они не поделили. Мне кажется, солнышко за это, и ешка начал гулять. эй, 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 я тебе, я тебе дам. Заходи. Быстро заходи. Ну, заходишь? Заходишь? Ну, 10 раз не буду заходить. На сетку мне полезно, представляете, звезда, блин. Там окно открыто, и она, мя-мя-мя-мя-мя, и на сетку мне. Сейчас сетку мне подерут. Вот и что. Частный дом и хозяйство. Вот, пожалуйста. Так. Все, кабачок замешаю. И куда мне тут творог еще сверху положить, вообще непонятно. Ну, хотела творожка и добавить, потому что это самое. Так что, не хочет она просто один творог кушать, звезда, только в запеканках она кушает, или если, ну, так вот ее обмануть, ну, сверху положить на что-то. Вот. А творог нужен для костяка. Ее просто, когда она была у прежних хозяевов, хозяевов, хозяина, ну, короче, в общем, раньше, в детстве. Я так понимаю, ее много творогом кормили, потому что, она говорит, творог был каждый день у нас в рационе, это очень хорошо. Как раз для косточек, для всего. Вот. И, естественно, она его переела, этот творог. Ну, вы же понимаете, да? Вот. И поэтому сейчас мы ее таким вот образом обманываем по чуть-чуть. Творожок, он нужен и полезен. Вот. Для того, чтобы собака росла красивая, здоровая, и чтобы у нее были хорошие, крепкие лапки. Все, все. А Ева не хочет, зараза, творог. Представляете, она скушает. Так, все. Еве не надо хорошие, крепкие лапки, ей уже надо толстый пус. Все, девчонки, мальчишки, отключаюсь. Сейчас пойду накормлю бониту. Вот, накормлю Евсика. Где Евсина? А, Москота, Евсина. Вот. И пойду с ними гулять же на улицу. Не знаю, получится у меня камеру взять, чтобы вас взять с собой, потому что я же говорю, мне надо какую-то камеру в лоб точно, чтобы брать вас с собой. на улице очень классно. Красота. Вот такие мы свинки все пораскидали и теперь все мы пытаемся вылезать. Все абсолютно пытаемся вылезать. Ох, вокруг надо все. А, свинота. Эть. Собака прямо в миску вон облизывает, выкосывает. Вот это называется вподлиз. Собака должна, блин, хотеть это все доесть и все остальное. Ну, ей надо уже большую порцию надо глянуть. Она у нас растет не по дням, а по часам. Боника, давай. Стой. Ой, извиняюсь, потому что мы не можем с вами быстренько так пройти. Все, пошли. Пошли, пошли, пошли. Ой, извиняюсь, что я там показываю, непонятно. О, писюка села прямо здесь. У меня возле... Нет, Розы надо эти уносить однозначно, потому что здесь у нас коты устроили мне прогулки. Что, гулять пошли? Пошли. Давай, дедилан делать надо. Погнали. Папа обычно с тобой гуляет, а тут мама будет гулять. Пошли, 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 пошли. Давай, веди меня. Куда там вы ходите с папой гулять? А ну-ка, быстренько. Вот так, смотри, обходишь трубу. Молодец. Уже в курсе дела? Куда нам надо идти гулять? Идем, идем, идем. Давай, 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 Куда надо идти гулять? Давай, давай, давай. Делать делишки. Пошли, 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 пошли. Давай, 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 показывай, где вы тут с папой гуляете. Вот тут, да? Гуляем с Бонькой. Видите, мы здесь орех посадили, он должен быть вот здесь вот огромный. Я хочу вот здесь, чтобы там углу было прям огромное место. Ой, да подожди, Боник. Вот, огромное, огромное такое место, как бы, это все вот эти вот маленькие деревья, это вишняк пошел от вот этой одной вишенки. Мы выкорчиваем, может быть, какие-то посадим в этот самый, на улице, может быть. Посмотрим, вишня сама по себе вот эта неплохая. И тем более, я говорю, здесь вон дремочка лежит. И смотрите, подснежники пошли какие. Эй, Бонька не пускает ближе под эти. Гляньте, просто их перекопали, вон они. Видите, подснежечки. Кстати, у нас есть, когда Ремка был совсем маленький, такой, как Бонька. У нас есть фото, где он прям сидит и в этот подснежник нос засунул. Но не в такой, но не здесь, а мы тогда на дачу ездили. Вот, у нас еще раньше была дача другая. Мы весной ранее поехали туда. И вот он такой где-то как Бонька примерно возрастом. И такой сидит, и нос прям в подснежник засунул. Такой нюхает, так прикольно. Здесь, видите, они перекопали... Ой, Стас с Колей, когда Ремку хоронили, вот тут они перекопали мне эту, как она называется, вот тут, где кучка лежит, еще на земле. Тут у меня пиона. Вот. И поэтому надо ее сейчас будет расчистить. Я уже Коля говорила. Ну, видите, цебульку от этих... от... подснежника выкинули, где-то там-то уже росли, выклинули на бок, так оно и приросло. Ну, ничего страшного. И тут же где-то цебульки от подснежника, вот именно здесь. И, по-моему, они мне пиону перекопали, хотя я говорила, что тут пиона растет, но у нас же не видно. Ничего, еще разберемся. Матрюшка, а это интересно. Видите? Боньки интересны. Что к чему? Матрюшка пошла, села, типа, а мне сюда можно, а тебе сюда нельзя. Пошли. Как вот научить еще собаку, где можно, где нельзя? Нельзя, Боня. 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 Нельзя, нельзя. Кошку трогать. Пошли. Вот тут надо мне все пообрезать. Вот это вот, в прошлом году, ну, зимой, весной, осенью. Так я эти кустики не пообрезала. Видите? А под низом уже растет. Ой, подожди, Бонюка. Растет и этот. Уже началось. Расти. Ой, ну, ну. Нельзя! Фу! Блин, брось! Плю! Я тебе дам. Вот все же, все надо ей хватать на зуб. Все ей на зуб надо. Срочно. Вот она тебе надо была, что ты его кусала? Теперь полный рот всякая ерунда. Пойдем. Эй, 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 то кошка. И наша причем. Нашу кошку не надо брать. Кошка моментально пролетела. Здесь видите, какая. Это нам нанесло, когда был этот. Потоп нам нанесло сюда куча земли. Я уже показала. А здесь я когда-то сажала эти. Ой, кто смотрит нас давно знает. Лилии, как их там, красоту какую-то сажала. Но когда потоп был, тут такое отекло все, что непонятно, будут тут какие-то лилии или не будут. В общем, мне кажется, что тут нифига не будет. Надо, конечно, верхнюю корочку вот эту угроблями. Боня, нельзя, я сказала. Нельзя за кошкой гоняться. Будут тут какие-то лилии или нет. Корочку прогребую, будем посмотреть, что к чем. Брось! Брось! Я тебе сейчас дам! Он же берет все подряд. И камни, и не камни. И, в общем-то, все-все-все, что неправильно лежит, все нужно в рот затянуть. Срочно причем. А это окошко вон, видите, что делает? Специально. Специально ее берет, дразнит. Ты хочешь погуляться с ней? Ну, смотри, она же як вырастет, она же будет в раз 10 больше, чем ты. Пошли. Видите, ходит за нами. Он что-то говорит. Это интересно. О! Зараза, аж наверх вытаскалась. Это интересно. Думает, что такое? Я так умею, а не умею? Пробовать не надо, умеешь ты так или нет. Охотница. Охотница, блин, века. Ты что усела, если смотришь на нас, а? Ты? Звезда. Какая охотница, охотница, блин. Бегает за нами. Пожалуйста. Шустрая, шустрая, шустрая. Тоже весна. Шустрица. Сейчас мы пойдем, и она за нами. Покупай. Смотрите, что делает, что делает. Что делает, что делает. Кошка, блин. Ну, Ника, ты меня уже запутала в этом. Погнали. Погуляем сейчас с тобой. И вот так вот ходим, чтобы сюда не заходить, на тротуарчик учим, вернее, на газончик учим, что нужно ходить только вокруг. Если идем не туда, куда нам надо, сразу же, блин, отдергиваем ее. Он слышит. Ты, матреха. Это интересно. Как она так, скажи, делает? Я бы тоже так могла. Я бы тоже так могла, только меня не пускают совершенно. Все хватает. И сухую траву она хватает. Ее она надо. кто потом будет устойки тебя вытаскивать с попки? Фу, Боня, не пылесось тут все подряд. Обход территории. Эту территорию все нужно попребирать. У нас тут доски лежали. мы же делали. Что мы там делали? Фу, брось. Ну, хоть бросает. Это самое. Доски лежали, мы же тут делали, крышу были. Вот, и оно под досками еще там куча всего пооставалось. Ничего, сейчас все погода распогодится. Все, вышкребим, все выгребим, будет круто. Матрюха, а если я ее отпущу? Что будет тогда? Звезды. Но Боня к ней близко сильно не подходит, потому что она знает, что вся агрессивничает. Она же смотрит на нее таким взглядом и типа показывает, что типа нифига, меня трогать нельзя. Ой, новый звук. И что такое? Курица какая-то. Это курица была? Ку-ку-кукнула. Ку-ку-кукнула. А ну, брось, что ты там уже жрешь опять? Боня, я тебе сейчас дам. У тебя же все хватает, и палочек, и все. Солома торчит мордой. А ну, стой! Стой, кружу! Стой! 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 Брось, что ты там ешь. Сядь, сидеть. Нельзя вот эту солому в рот оттаскать. Пошли дальше гулять. Пошли. Айда. Фу, не кажу нельзя. Пошли. Пошли, сейчас матрешка за нами побежать, не переживай. Айда. и все равно, что надо бежать и ухватить что-то. Ротом. Ё-моё. Эти бежали, так тянули маму. Так тянули маму, страшное дело, тянули маму. Блин. Вот так вот тянули, тянули. Куда мы тянули? Тянули, тянули. И опять тут писать. Нет, тут писать мы не будем. Давай. Вот тут писать надо. Бежать с ней надо. Коля с ней бегает, а мне же бежать с ней совсем неудобно. Ё-моё. Куда-куда ты побежала? Малышня-карандашня. Да нет, Боня, нельзя за кошкой. Нельзя. Нельзя. Не надо. Она тебе все равно, ты ее все равно не догонишь. Куда собралась? Куда собралась? Давай, иди назад. Ой, собака-барабака. Ну, что ты сделала? Как мы тебе твой поводок у тебя заберем? Стоп, говорю, куда ты пошла? Говорю, стой! 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 Ну, все, пошли теперь. Пошли. Теперь пойдем. Ой, это я что-то зацепилась. Гуляем по садку, гуляем. Я несу кровать, уже укрась отсюда нафиг. Вот. Нет, летом круто. Летом тут вообще в садку, когда тенечек, тут обалденненько. Кроватку эту застилаешь чем-нибудь, и можно лечь просто летом вот тут между деревьями отдохнуть. Так мы в этом году ее никуда не унесли. Ветки на нее сложили. А, ну, хорошо, знаете, ветки снизу продуваются, сверху, ну, он клеенкой накрывали, а снизу вон продуваются, там же сетка, и они не сильно преют, получается, ну, не сильно отсыреют, или как сказать, нет, отсыреют они в любом случае. Не гниют, что ли? Нет, не гниют, тоже неправильное слово. Опять ты запуталась? Я тебе не буду все время распутываться. Вот, пожалуйста, лапы давай сюда. А нам звонит, по-моему, папа. Так, наша папа пешком идет. Хе-хе, ой, прикол. Наш папа пешком идет. Сейчас, маленькую возьму, вдруг, вдруг. Ее, правда, за ворота нельзя выводить особо, девушку нашу после прививки. Но здесь, на ступеньках, я думаю, что ничего страшного. Это для чего нельзя, потому что, чтобы не вцепила она никакую гадость от этого. Ну, мало ли, собака какая пробежала, письнула, там еще что-то. Ну, Николашка пешком. Все повыходили. Кошка вышла встречать. Ева морду высунула встречать. Что, Николаша, пешком как оно? Хорошо, что вы говорите, да? Продайте рыжуху, продайте рыжуху. А на чем я сейчас буду кататься? Да, кстати. Он говорит, может по-разному быть, может на три дня, а может на неделю, а может даже и две. Да. А что, мяско купили? Ну, да. Мяско купили. Это телятина вроде как бы. Телятина. Пошли, пошли. Пойдем, Боня, пошли. Ева, так я морду высунула. Ехал я в автобусе. Пошли. И что в автобусе? В автобусе все. Я уже дал пивче сам. Ну, да, это тебе не на машину сел, когда хочешь туда и поехал. А во-вторых, я узнал, что оказывается очередь. Ты подходишь на остановку и очередь, создается очередь. И если, допустим, ну, ты не влазишь, Ты не влазишь, ты не уходишь. Идут те, что уже стояли, те, что уже заняли. Во-вторых, подъезд, проезд уже по 6 гривен. Да ты что, серьезно? А, за что? Матрюшка, скажи, что вы варопа закрыли? Вообще уже, ешкин кот, дешевле на машине в натуре ездить. Да, если так и на газу, то дешевле на машине ездить. Ой, Коль, блин, она меня запутала, ешкин матрюшка, матрюшка, ой, Бонька. А мы гуляем, мы ходили везде гуляли. Да, на улицу челышный. А, ну, нельзя, да, ну, мы же на ступеньках, мы далеко не ходили. Все, домой? Ну, то надо что-то похавать, мне же опять ехать. Ну, да. И опять ехать, видите? Опять ехать. Такой хороший день, и все. И все. И все, и красота. Я думала, сегодня мы с тобой что-то поделаем вместе. Поделали. Матрюха, у тебя что там? Вот, вы видите, что творит? Ой, кошмар. Мне закрыли перед бордой двери. Есик, пошли домой, пошли. Пошли, моя домачка. Пошли, моя дамочка, домой. Ой, так чиселё. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Пошли, кстати, высоко. Продолжение следует...